Всем привет! Вы на канале ButtonIT и с вами Саня. А это microSD карточка от Kingston на 512 гигабайт. Те, кто смотрел обзор на Galaxy Note 20 Ultra наверняка вспомнит, что одним из обязательных KTF к покупке смартфона, лично у меня, является наличие свота под microSD карточку. Последние 5 лет я пользовался карточкой Kingston на 256 гигабайт, и вот решил обновиться. Давайте распакуем эту малышку, посмотрим доступный объем и протестируем скоростные характеристики. А еще я расскажу про цену, и поверьте, вы удивитесь. Лицевая сторона сейчас перед вами. Дизайн значительно изменился по сравнению с тем, что было, но логотип все тот же. Свою старую флешку на 256 гигабайт 5 лет назад я покупал что-то в районе 8500 рублей. Она имеет 10 класс и U1, а новая флешка уже на 512 гигабайт и U3 класса. И тут есть один нюанс. Крупная цифра в 100 мегабайт это только на чтение. Об этом говорит маленькая буковка R, то есть RIN. Про запись тут не сказано ни слова. Особенно настораживает надпись про Full HD, а не 4К. На задней стороне представлена информация, что карточка памяти HC это до 32 гигабайт, а XC от 64 гигабайт до 1 терабайта. В целом все надписи на задней стороне только на иностранном языке. За исключением одной наклейки. На ней указан производитель, Тайвань, и что флешка уже готова к использованию. Кстати, маркетологам надо отдать должное. Упаковано так, как будто парит внутри коробки. А еще это придает объем и солидности что ли. Сверху отмечена полосочка, намекающая, что нам будут нужны ножницы. Мне тут под роликом про вывод средств писали, что вот реклама, под обзором жесткого диска тоже самое и наверняка напишут и тут. Нет ребята, к сожалению для меня и к счастью для вас, ни одна компания не закупала у меня рекламу. В итоге имеем что? Информацию, которая была спрятана внутри коробки. И пластиковый кейс, в котором лежит карточка. Кстати, тут нет адаптера на обычной SD. Но за столько лет у меня их накопилось целая куча всех вендов производителей. Это только те, которые были под рукой. Хотя есть версии этой же флешки с адаптером на 800 рублей дороже. Вот она, малюсенькая флешечка. Поразительно. Пол терабайта. Круто. Кстати, 10 лет гарантии. Это актуально, так как на старой флешке уже есть поврежденные файлы и один раз она уходила в режим только чтения. Помогло форматирование, благо данные было куда скинуть. Сейчас все новые оригинальные флешки имеют голографическое напыление. Это как знак подлинности. На моей старой флешке тоже такое есть. Покупалась эта флешка 11 апреля 2022 года в Ситилинке. Внимание, за 3740 рублей. Скажу так, у меня была специальная возможность купить ее за такую сумму. И я последний человек в России, который взял ее по такой цене. Сейчас ее цена около 7000 рублей. После подробного рассмотрения заметил, что на новой флешке контакты блестят лучше и цвет более золотой. Мне кажется, контакты тут лучше, чем на старой, сам материал. Причем на старой контакты чистые, без окислов. На видео разницу вряд ли хорошо видно, но вживую прям сильно заметно. Посмотрим на объем. Подключаю при помощи внешнего картридера к компьютеру. У нас довольно быстро появляется съемный диск. Внутри пусто. Просто с тем же жестким диском на 5 терабайт внутри шва программы и мануал. Доступный объем 461 гигабайт. Это нормально. Так происходит из-за разницы в применяемых производителем и Windows расчетом. Хотя по опыту могу сказать, что должно быть доступно 468 гигабайт. Странно. Файловая система EXFAT. Для microSD это идеальный формат. Интересно, что у нас показывает занятые 768 килобайт. Думаю, надо будет ее форматнуть еще разок. Для надежности. Ну и для примера старая флешка. Объем 234 гигабайта. И файловая система также EXFAT. Первые тесты провожу на ПК при помощи адаптера на USB 2.0. Да, это медленный интерфейс, но хотелось бы узнать, будет ли флешка набирать его пиковые значения. Ну и также было интересно посмотреть на скорость мелких файлов. Было три прогона. На 100 мегабайт, 1 гигабайт и на 4 гигабайта. В целом результаты соответствуют пиковым значениям. Поэтому перейдем к тестированию на смартфоне, так как эта флешка по заверению производителя создана для них. Тесты проводятся на смартфоне Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Флешка полностью пустая. Тест выдает 62,5 мегабайта на чтение и 54,5 на запись. Что ж, это явно ниже, чем заверял производитель. Для сравнения ниже видна скорость внутренней памяти. 1514 мегабайт на чтение и 378 на запись. И это с учетом, что 60% памяти занято и скорость при таком раскладе ниже возможной. Но мы переходим ко второму тесту. Чисто для надежности, чтобы результаты были более объективны. Вообще, если мы обратимся к классификации карт, то поймем, что все соответствует заявленным значениям. U3 и V30 означают минимальную скорость в 30 мегабайт в секунду. Эта карта в целом показывает хорошую скорость, но в рамках своих возможностей. Результаты это подтверждают. 56 мегабайт на запись и 66 на чтение. Плюс-минус совпадает с результатами прошлого теста. По идее, данной скорости с натягом должно хватать для записи 4К. Но на моем смартфоне на карту памяти пишется только 4К 30 фпс. А при выборе 4К 60 фпс или 8К смартфон сообщает, что будет вести запись на внутреннюю память. Видимо, скорости карты для такой записи ему недостаточно. В заключении хочу сказать, что я надеялся на запись в 4К 60 фпс на эту карточку. Так как битрейт видео составляет 48 мегабайт в секунду. И эта карта может его записать. Но, видимо, придется переносить данные после записи вручную. Кстати, на сайте указаны максимальные скорости. Но по факту мы видим что-то около 55. Однако, несмотря на это, я доволен. Все же 512 гигабайт за 3700 рублей это просто шикарно. А за 7400 уже стоит подумать. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю на сообщения. А вот и телеграм. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и патреон будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания.